Помним сердцем. В Чебоксарах прошел торжественный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Черный и оранжевый и красная площадь окрасилась в цвета Победы. 9 мая – особенный день для каждого жителя нашей республики и страны. День вечной памяти, глубокого уважения и бесконечной благодарности. День Победы – родной и священный праздник для каждой семьи. В нем соединились торжество и радость, гордость и скорбь. Мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за мир на земле. Сегодня чуваши проживают 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 13 400 тружеников тыла. Мы искренне рады, что можем пожать им руку, низко поклониться и от всего сердца поблагодарить за мирное небо над головой. О том, как ковалась Победа и каких, порой, нечеловеческих усилий это стоило, хорошо помнит Иван Никитин. Мальчишка, он работал в колхозе. Я работал честно, попросился, и понял, что стал сооружать. Мы его сейчас убрали, убрали, молотили. Зинаида Соловьева – 10-летняя девочка и попала в концлагерь в немецком времени на три года. Я люблю этот праздник. В этот день насузников американцы в 8 вечера освободили, а в 9 утра русским передали. Это мое второе день рождения. Не могу вспоминать, иначе давление поднимется. Тяжело вспоминать. Не дай бог никому. В честь Дня Великой Победы по Красной площади маршем прошел сводный полк Чебоксарского гарнизона. Открыли военный парад барабанщицы детской полицейской академии. Школьники, кадеты, юнормейцы, сотрудники силовых ведомств в едином строю прошли 20 парадных расчетов. Перед вами ветераны Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» во главе с председателем Шорниковым Анатолием Борисовичем. Следом по Красной площади проехала военная техника и боевые орудия. Внедорожники ГАЗ-69, мотоцикл 72, зенитные расчеты, легендарные «Катюши» и танки Т-34. Яркое дополнение парада – показательные выступления сотрудников СОБР и ОМОНа, а также парашютистов. Их отчетливо было видно в небе – чистом, синим и мирном. В небе, за которое так отчаянно и мужественно сражались наши деды и прадеды, и за которое мы благодарны им по сей день.